Квартиры в Анапе от крупнейшего анапского застройщика Сергея Ивановича Антипина. Новые технологии и экологически чистые материалы. Наши специалисты подберут вам оптимальный вариант. Демократичные цены и неизменное качество гарантировано. Офис продаж квартир находится по адресу. Улица Краснозелёных, 29, дробь 5. Телефон для справок. 5 четвёрок. В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Все исцеляющие колокольный звон, где в Анапе можно оздоровиться под звоном церковных колоколов. Утришь закрыт для дикарей, но открыт для цивилизованных отдыхающих. Встечать заповедник можно только со специального разрешения. Уже более семи столетий, 8 июля, православные почитают память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, любви и верности. В Краснодарском крае уже началась декада мероприятий, посвященных Дню Семьи, Любви и Верности. Наш курорт, один из первых городов, открыл декаду празднований. Сегодня последователи и блюдители семейных заповедей, а также тех, кто помогает многодетным семьям, честовали в малом зале администрации. Руководители малых и средних предприятий Анапы, те, которые принимают участие в жизни и судьбе многодетных семей, и семей на попечительстве которых находятся приемные дети, получили благодарности от администрации города за вклад в укрепление семьи и семейных отношений. Среди награжденных и образцовые семьи, например, семья Гусевых, глава которой настоятель Святого Рваровского храма. Отец Алексей для всех присутствующих поведал красивую историю вечной любви святых Петра и Февронии. Они на своем примере показали, как нужно любить Бога, как нужно любить ближнего, как нужно любить друг друга, супругам. И Господь милостью своей явил вот такие чудеса над ними, что просили у Бога, чтобы умереть в один день, они в один день и умерли. Пример прекрасный. Я вам всем желаю и любви, и счастья, и радости в этой жизни, чтобы по молитвам святых Петра и Февронии и наши семьи укреплялись, утверждались и пребывали в заповедях Господних. И чтобы все мы с вами вернулись в небесное Отечество Отца нашего Господа. Праздникам! Также на попечительский совет была приглашена Чета Марчук. Роман и Елена уже 30 лет вместе. Они являются примером и оплотом счастливой семейной жизни. Вот уже 10 лет в любви и понимании они воспитывают приемных детей. Самое главное в семье – это уважение между супругами, а любовь, наверное, уже потом. Согласно этому нехитрому постулату, они и детей воспитывают по православным обычаям и традициям. Эта образцовая семья Анапы достойна подражания. Они всегда и во всем вместе. И в их доме каждый день является днем семьи, любви и верности, чего искренне и всем желают. Желаем всем любви, добра друг к другу, доброжелательности, уважения, взаимопонимания, уметь разговаривать, слышать, понимать друг друга и детей, и близких. Ольга Родина, Андрей Стародубцев. Анапа. Регион. Отмечать праздник семьи, любви и верности в честь памяти Петра и Февронии предложили жителям Мурома, откуда родом святые. Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу. И с 2008 года этот день отмечается в России. Примечательно, что инициатива празднования этого дня поддержана всеми традиционными религиозными организациями России. Ведь идея праздника Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиальных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви, но у каждой семьи есть свои секреты семейного счастья. Ну это, наверное, все-таки взаимная любовь и уважение, в первую очередь. Понимание, любовь, да многое чего, в общем-то. Это у каждого, наверное, свое. И иметь такой, как говорится, дар, прощать близких. Любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу. Вот эти, по-моему, три кита, на которые должны строиться отношения. Взаимопонимание, доверие, любовь. Мы думаем, любовь самоглавная. Еще в этот день у православных верующих принято посещать храмы. Молодые люди в своих молитвах просят о любви, а люди постарше – о семейном согласии. День Петра и Февронии считается счастливым для заключения брака, а по народным приметам после него следует ждать 40 жарких дней. С 1 июня 2011 года территория государственного природного заповедника Утриш стала особо охраняемой зоной. Ранее Большой и Малые Утриши были популярным местом, так называемого «дикого отдыха». Теперь заповедник закрыт для неорганизованных групп туристов. Пребывание на особо охраняемой территории допускается только со специального разрешения дирекции Большой Утриш. Однако не все территории уникального уголка природы закрыты. Место под солнцем близ заповедника искал Вадим Родин. Ничто так пагубно не влияет на хрупкую экологию Утриша, как воздействие человека. И дело даже не в том, что горе-туристы оставляют после себя горы мусора, а в том, что велик риск возникновения пожара, который может полностью уничтожить этот уникальный уголок природы. Это одна из причин, по которой правительство Российской Федерации приняло решение о создании здесь особо охраняемой территории – заповедника Большой Утриш. Вот это место стоянки, больше напоминающее свалку, не входит в состав заповедника. Такой пример варварского отношения к природе теперь в заповеднике не встретишь. Проход на территорию контролируют инспекторы специально созданной дирекции Большой Утриш. В соответствии с 33-м федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, проход запрещен. Почему? Потому что должен соблюдаться абсолютный заповедный режим. То есть полное отсутствие антропогенного воздействия человека. Для этого и создается заповедник. Для того, чтобы природа сама себя там восстанавливала, сама себя берегла, и не надо в ее деятельность вмешиваться. А присутствие людей, оно всегда губительно сказывается. Даже при благожелательном отношении к природе, все равно губительно сказывается на все вот эти наши экосистемы. Перед входом на территорию Утриша размещена карта-схема с указанными границами заповедника, а также статья федерального законодательства о том, что территория заповедника полностью исключает пребывание на ней антропогенного фактора, то есть людей. Маршруты по экологическому туризму у нас пока еще намечены, но еще пока не доработаны, не отработаны. Впоследствии это будет сделано все. То есть пропуск, вот так, чтобы пришел, получил пропуск и ходит человек, где ходит по заповеднику, такого не будет. Только по экологическим тропам. Только в составе организованной группы. Организованные группы у нас проходят. Но они заранее подают сюда заявочки, чтобы мы контролировали ихний проход, чтобы не было заходов в лес, чтобы не было разведений костров, тем более сейчас пожароопасный период. Поэтому мы контролируем вот такие проходы, но это для организованных групп. А с отдельными такими единичными туристами и отдыхающими стараемся вести разъяснительную работу и предлагать им покинуть эту территорию. Процентов 90, а возможно даже больше, население правильно понимает, извиняются и уходят с территории заповедника. Все это делается лишь с одной целью – сохранить уникальный природный заповедник. Ведь дикий отдых оставляет после себя дикие последствия в виде мусора, сломанных деревьев и кустарников, а также костров, которые нередко приводят к пожарам. Теперь у Утреша будет достаточно времени, чтобы полностью восстановиться. Создание заповедника вовсе не означает, что теперь полностью запрещено купание в чистых водах Большого Утреша. Заповедная зона начинается за этим утесом. Та территория храняется федеральным законодательством. Штраф за проход на нее может составить от 1000 до 2000 рублей. Открытыми зонами остаются пляжи от Суккода Первой Лагуны и в районе Малого Утреша. Гулять среди можжевиловых деревьев, фотографироваться и купаться в зоне до этого утеса можно беспрепятственно. Однако разводить костры строжайше запрещено в любой зоне Утрешей. Но оброшенный людьми мусор, как и прежде, останется не только в этом лесу, но и на их совести. Конечно, служащие заповедника весь этот мусор уберут. Но совесть вандалов у них очистить вряд ли получится. Вадим Родин, Анапа-регион. На карте России очень много городов, из которых туристы традиционно увозят различные подарки и коллекционные сувениры. Как правило, это предметы утвари, изделия народных промыслов и атрибуты быта. А вот анапчанин Павел Горбатенко собирает необычную, но весьма благородную коллекцию. Из разных городов он привозит в Анапу настоящие православные колокола. Какие звоны пополнили коллекцию в этом году, знает Светлана Вилова. Ощутить звон колоколов можно не только в храмах. В поселке Супсех под открытым небом уже который год подряд работает выставка «Русские колокола». Здесь представлены как старинные, так и новые образцы, отлитые в различных городах России. С церковным колокольным звоном православный народ соединил все свои торжественные печальные события. Колокола хранят в себе историю городов и их окрестностей. Большинство изделий имеют подписи создателей. В этом году коллекция Павла Горбатенко пополнилась еще 16 колоколами. Самому тяжелому уже более 300 лет. Весит он 9 пудов и 21 фут. Горбатенко привез его из Брянской области. Говорит, колокол хотели сдать на металлолом, но рука людская не поднялась. А этот колокол пострадал в годы Великой Отечественной войны. Этот колокол чем уникален? Тем, тем, что пробит в Великую Отечественную войну пулей. Пулей самое интересное, что стреляли в этот колокол тогда, когда он висел на колокольне. То есть пуля прошла как бы снутри и вышла наружу. Татьяна Трефилова – звонарь храма иконы Божьей Матери Касперовская, что в Екатеринбурге. Исполняет именуемый в богослужении Красный Звон. Он звучит в храмах в Великие Праздники, а также для отдания почести епархиальному архиерею. Узнала о выставке «Русские колокола» через интернет. Заинтересовалась этим. Написала Павлу в Одноклассниках. И он меня пригласил. Я с удовольствием приехала, с надеждой позвонить, поучаствовать. И мы очень надеемся, что в дальнейшем будут организованы фестивали или концерты колокольного звона. Коллекция пополнилась маленькими колокольчиками, а также чугунными колоколами. Вот колокол Министерства путей сообщения, который в свое время сигнализировал об отправке и прибытии поездов. А этот баллон выполнял роль колокола в старинном храме. Этот же с чугунным язычком. Когда-то созывал на трапезу в церковь. Звон колокола чудный. Даже мурашки по коже. Они же того времени, а это тоже что-то накладывает в душу, вкладывает какую-то чистоту. Православный колокольный звон служит не только указанием времени богослужения, но и выражением грусти, радости и торжества. Верующие говорят, в нем заложена дивная сила, глубоко проникающая в человеческие сердца. А потому колокольный звон исцеляет. Ведь он – голос Божий. Погода в Анапе установилась по-летнему жаркой. И любителей дождя ждет разочарование. В ближайшее время синоптики прогнозируют устойчивую и знойную погоду на всем побережье. А любители теплого солнца и чистого безоблачного неба вовсю пользуются хорошим настроением погоды. Принимают солнечные и морские ванны, наслаждаются свежим морским воздухом. В такую погоду не стоит засиживаться дома, лучше провести время на благоустроенном Анапском пляже. Однако не стоит забывать, что долгое пребывание на солнце может привести к обгоранию и солнечному удару. Так что будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности на суше и воде. Но какой будет погода завтра, расскажет наш телесиноптик Екатерина Балушкина через небольшую рекламную паузу. Дождитесь. Фирма Парс. Изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей по австрийским технологиям. Фирма Парс. Красота, сделанная на совесть. Магазин «Товары для дома». Теперь сантехника, ванны, зеркала и люстры. Много новых товаров в знакомом магазине. Товары для дома. Город Анапа, улица Астраханская, 82. Телефон 3-00-36. В эфире телевидение «Напа. Регион». Прогноз погоды на четверг, 7 июля. Здравствуйте. Партнеры выпуска. Строительный магазин «Товары для дома». Полный спектр строительно-отделочных материалов, сантехники, люстр и других товаров, необходимых вашему дому. Фирма Парс. Изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей по австрийским технологиям. По прогнозам синоптиков, завтра в Анапе погода ясная и солнечная. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, ночью плюс 20-22. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Это вся информация о погоде. Увидимся завтра. И это вся информация на сегодня. Далее реклама от наших партнеров. Крупнейшего анапского застройщика Сергея Антипина, салона мебели «Ксюша» и магазина женского белья «Голден Леди». Смотрите новость Анапа-регион завтра в 19.30, как всегда, на канале РЕН-ТВ. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фаворит сезона. Купальники премиум-класса «Лорабин». Каждый купальник – произведение искусства. Итальянские дома, ручная работа, эксклюзивные элементы декора и кристаллы. Новые коллекции женского белья 2011 года. Магазин «Голден Леди». Анапа. Ленина, 15. Победа, 15.000-2022 года.